Девятого мая 2016 года президент РФ с трибуны на Красной площади жестоко слукавил. По словам гаранта Российской Конституции, именно советский народ принес свободу другим народам. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасали, отступили многие страны. Именно советский народ принес свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие. Таким образом, глава РФ преуменьшил, а точнее полностью перечеркнул непосильный вклад в победу союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Заметьте, в этот момент за спиной Путина из важных гостей находился лишь президент Казахстана Назарбаев. Поэтому слукавить президент РФ не боялся. А вот в 2005 году, во время произнесения речи по случаю празднования Дня Победы, Путин говорил совсем другие вещи. Дорогие друзья, мы никогда не делили победу на свою и чужую. И всегда будем помнить помощь союзников Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, других государств антигитлеровской коалиции, немецких и итальянских антифашистов. Сегодня мы отдаем дань мужеству всех европейцев, оказавших сопротивление нацизму. В этот день за спиной Путина находились президент США Джордж Буш, канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, президент Франции Жак Ширак, премьер Японии Дзиньитиру Каидзуми, председатель КНР Худзин Тао, премьер-министр Индии Манмахан Сингх, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, вице-премьер Великобритании Джон Прескотт, президент Латвии Вики Фрайберга, лидеры стран СНГ, в том числе президенты Азербайджана, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Таджикистана. Посетили парад и представитель комиссии европейских сообществ Жозе Мануэль Борозу, генеральный секретарь ООН Кофи Анан, генеральный директор ЮНЕСКО Каитира Мацура. Представляете, если бы перед столь важной публикой Путин произнес нечто подобное тому, что он изрек 9 мая 2016-го. В нынешней России принято нападать на тех, кто якобы переписывает историю, но на самом деле здесь речь идет не об исторических реалиях, а о той интерпретации исторических событий, которая выгодна Кремлю в наши дни. Мы обязаны также последовательно отстаивать историческую правду. Мы часто говорим об этом. Необходимо присягать любые попытки, оболгать, сфальсифицировать прошлое, в том числе принизить решающую роль нашей страны в разгроме нацизма. Это важнейшее направление для работы Комитета Победы, государственных ведомств, в том числе Министерства иностранных дел, а также общественных, образовательных, научных организаций. Сторонники российской власти часто оперируют псевдоаргументом о так называемом открытии союзниками Второго фронта. Подтекст вопроса сводится к тому, что пока граждане советских республик кровь проливали, воюя с Гитлером, союзники отсиживались и пришли уже на готовенькое, чтобы успеть, где лежу Европы. Второй фронт это вовсе не такая лихая атака, да и кроме того, Первый фронт уже все сделал практически. Мы должны помнить, при том, что англо-американцы были нашими союзниками, мы должны помнить, что Второй фронт был открыт только тогда, когда стало ясно, что Советский Союз может сам добить Третий Рейх и выйти на Атлантику. Вполне возможно, что в новом учебнике истории России эта версия станет основной и за сомнение в ее подлинности будет грозить уголовный срок, как за искажение истории, принижение великой роли российского народа в борьбе против фашизма и так далее. Мы будем и дальше категорически противодействовать любым попыткам переписать результаты той победы. Мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе и перекодировать общество нашей страны. А это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать ее под чита геополитические интересы. На самом же деле именно союзники спасли Советский Союз от разгрома. И второй фронт, на самом деле первый, англичане с французами открыли 3 сентября 1939 года, объявив войну Германии. В то время как СССР выступал союзником Германии, поставляя ей нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, необходимые для введения войны. И вместе с Германией воевал против Польши, несмотря на польско-советский договор о ненападении, действовавший до 31 декабря 1945 года. И подписывал соглашение о дележе Европы, кокетливо называемое Пактом Молотова-Риббентропа. На самом деле это, конечно, Пакт Сталина-Гитлера. Если бы не США, Великобритания и другие союзники, нацисты, стерли бы Россию с лица земли. На этом фото советский истребитель американской постройки Р-39, аэрокобра, эйр-кобра, поставлявшийся в СССР по программе Ленд-Лиза. Дело в том, что 48 из 59 сбитых немецких самолетов Александр Покрышкин записал на свой боевой счет, летая на аэрокобрах. Возможно, немногие знают, но, несмотря на быстрый разгром Франции, англичане не испугались и войну против Гитлера продолжили практически в одиночку. Мы пойдем до конца. Мы будем сражаться во Франции, будем сражаться на морях и океанах, будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы будем защищать наш остров, чего бы это нам не стоило. С таким настроем британский лев набросился на гитлеровскую военную машину. И в одной только битве за Британию, которая длилась с 9 июля по 30 октября 1940 года, англичане уничтожили более 1700 немецких самолетов. А в битве за Атлантику, на которую оттягивались колоссальные ресурсы Рейха, союзники потопили более 700 немецких подводных лодок. Подводный флот был элитой военной мощи Германии. Для него не жалели ничего, а каждая субмарина – это десятки непостроенных танков и самолетов. На этом фото ликующие жители Софии приветствуют советских солдат, вступающих в болгарскую столицу на танках «Валентайн», поставлявшихся в СССР по ленд-лизу. Еще один фронт союзники открыли 26 июля 1941 года, заморозив все японские активы в Соединенных Штатах и установив эмбарго на поставки нефти в Японию. Тем самым американцы спровоцировали на войну союзников Германии – японцев, лишившихся 95% всей поставляемой в страну нефти. Этим американцы спасли Советский Союз от нападения японцев на Дальний Восток, что позволило перебросить сибирские дивизии под Москву в самое тяжелое для страны время. Союзники не пустили немцев к ближневосточной нефти, жизненно необходимой для армии Рейха. Во время Курской битвы союзники высадились на Сицилии и начали итальянскую кампанию, не позволив Гитлеру перебросить резервы в СССР. И уже в 1943 году союзники заставили Италию выйти из войны. На этом фото советская бригада по испытаниям самолета «Харрикейн» – «Ураган». Истребители этой модели поставлялись в СССР по Ленд-Лизу. Авиация союзников методично уничтожала промышленность и инфраструктуру Германии, заставляя ее держать огромный воздушный флот в Европе, а страх перед высадкой союзников сковывал серьезные сухопутные силы. С ноября 1941 года к американской помощи по Ленд-Лизу был подключен и Советский Союз. Специальный представитель президента США в Великобритании и СССР Гарриман, инструктируя американские министерства и ведомства, повторял «Давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат. Никаких мыслей о получении чего-либо взамен». На этом фото советские танкисты с танками М3А1 «Стюарт» в американских шлемофонах с пистолетом-пулеметом Томпсон М1928А1 и пулеметом М1919А4 после получения третьего станка. А еще от союзников СССР получил много броневого проката для производства танков. Вообще, к январю 1942 года от советской промышленности осталось ровно половина. Очень сильно пострадало производство пороха и взрывчатых веществ. От трех заводов по выпуску алюминия остался один, самый маленький, на Урале. Выпуск алюминия требует огромного количества электричества, поэтому заводы располагались на Днепре и Волхове, возле электростанции. А потом туда пришли немцы. СССР за время войны произвел 263 тысячи тонн алюминия, а от союзников получил 328 тысяч тонн. То есть, как минимум, половина советских самолетов были из американского и канадского алюминия. Советскому военно-морскому флоту по Ленд-Лизу было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. В их числе 28 фрегатов, 89 тральщиков, 78 больших охотников за подводными лодками, 60 сторожевых катеров, 166 торпедных катеров, а также 44 десантных судна. Эта колонна американских военных грузовиков, осуществляющих перевозки по Ленд-Лизу в СССР, стоит на дороге в Восточном Иране. Союзники поставили в полтора раза больше автомобилей, чем произвел весь Советский Союз за годы войны. В СССР не производили в военные годы свои локомотивы. Американцы предоставили 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов. Американцы поставили в 10 раз больше вагонов, чем в Советском Союзе произвели их за военное время. Треть всей взрывчатки – это помощь союзников. Поставки удвоили производство кобальта и утроили производство олова. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч людей. СССР получил 4,5 миллиона тонн продовольствия. На этом фото рота американских танков М3Ц «Генерал Ли», поставлявшихся в СССР по Ленд-Лизу, выдвигается к переднему краю обороны Советской 6-й гвардейской армии в июле 1943 года. И все это СССР получил практически бесплатно. За уничтоженную в ходе боев военную технику США возмещение не требовал. Закон о ленд-лизе предусматривал оплату только гражданских поставок – железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года. Американцы несколько раз уменьшали стоимость долга. В итоге к 2006 году Россия погасила свои долги за ленд-лиз, частично оплатив 722 миллиона долларов или около 7%. При этом сегодняшний доллар легче доллара 1945 года примерно в 13 раз. За время Второй мировой войны СССР потерял около 9 миллионов солдат и более 15 миллионов мирных жителей. Можно только представить масштабы потерь, если бы не помощь тех, чей вклад в победу нынешние власти России пытаются стереть из памяти граждан своей страны. Проблема наших западных друзей – переписать историю России. Когда Советский Союз распался, они быстренько написали 14 историй для 14 республик. А история – это наука. Её нельзя, если к ней так по-серьёзному относиться, невозможно переписать. Но, безусловно, для того, чтобы этого не случилось, должны быть такие люди, как вы, специалисты, которые объективно, полноценно не только освещают события прошлого, но и дают им оценку, что чрезвычайно важно и без чего науки не существует исторически. Во-первых, антиамериканизм – это разновидность ксенофобии. Всякая ксенофобия, всякое разжигание ненависти к американцам, кавказцам, азиатам, полякам, неважно к кому, ужесточает людей. Люди, которые воспитываются с детства в категориях вот этого ненависти, они впоследствии с большим трудом могут быть дружелюбными, добрыми по отношению друг к другу. И заметьте, сколько агрессивности в нашем обществе сейчас, сколько злобы. В значительной мере это воспитывается именно тем, что всё время нужно находить врага. А это идёт. Почему мы протянули оттуда, от пакта Молотова-Риббентропа? Совершенно правильно. Я помню, когда я был ребёнком, вот эта ненависть к врагу, боязнь врага была всеобъемлющей. Если что-то там электричеством было, с водопроводом, вырубали свет, поезда. Поезда. Одно слово было, вредители. Потом всё переменилось. Но эти вредители были кто? Фашисты и самураи японские, конечно. Но их шпионы и диверсанты, конечно. Правильно, потом всё переменилось. Во время войны американцы были самыми лучшими друзьями. Меня лично, они спасли если не от голодной смерти, вот в 42-м году, то, во всяком случае, от полной дистрофии. И потом, когда я был шофёром грузовика и ездил на наших машинах, и получилось, что я попал на американский Студебекер, то я понял, что такое сделали американцы. Они 300 тысяч Студебекеров дали, и маршал Жуков сказал, если бы не американские машины, нам не на чем было бы возить нашу артиллерию. И вы бы видели, 9 мая, я помню, я выхожу на Красную площадь, и появляется, если американский офицер, тогда было большое американское военное здесь представительство, их бросали, их качали, первые самые люди были, потому что люди знали, что американцы сделали. А потом всё стало меняться. Промывали, промывали, промывали мозги, и в конечном счёте, начиная с дурацких анекдотов 48-го года, вы что думаете, Гитлер умер? Да нет, он в Америке, Трумэном работает. Вот такой уровень был. Вот, Сергей Ирванович, вы всегда говорите, что вы за правду, и вы никого не обвиняете, вы хотите балансированную истину. Правильно. Так вот, я вам сейчас скажу, обвиняя американцев, совершенно правильно, за то, что они там наломали дров, там много вреда причинили. Правильно. Вся история человечества, как тот же Черчилль вот здесь сказал в этой книге, в основном это летопись человеческих ошибок, преступлений и несчастий. Все ломают дрова, и все делают чёрт знает что. Но, наряду с американскими интервенциями, там с Ираком и прочее, много чего можно. Я уверен, что вам об этом скажется. А как же иначе? Но я вам хочу напомнить две вещи. Первый. 1950-й год. Коммунистический диктатор Северной Кореи, Ким Ир Сен, нападает на Южную Корею, захватывает её почти целиком, отказывается вывести войска по требованию Совета безопасности. И тогда вступают в дело международные силы на 90% американские. Они выгоняют агрессора из Южной Кореи. Если бы этого не было, уже 60 лет подряд Южная Корея была бы не тем процветающим государством, азиатским тигром, как её называют, а нищей страной с тираническим режимом, как Северная Корея. Это раз. Второй. 1990-й год. Через 40 лет. Саддам Хусейн. Фашистский диктатор Ирака. Захватывает суверенный Кувейт. Аннексирует его. Объединённые иракцы требуют уйти. Отказывается. Американская армия выгоняет его. Если бы не американцы тогда, то Кувейт был бы иракской колонией до скончания времени. Я могу бы ещё привести пример насчёт Гранады. Не в этом дело. Я просто хочу сказать, что наряду с тем, что американцев есть за что ругать и сурово порицать, они сами достаточно самокритичны. Всё это верно. Но для баланса нужно учитывать, что влияние Америки в современном мире, точно так же, как её влияние во время Второй мировой войны, как я сказал, они спасли миллионы людей и красноармейцев, людей в тылу. Вот это американская тушёнка, яичный порошок, автомобили Студебекер. Американцы спасли. Я знаю, что есть люди, которые считают, что всё, что говорят американцы, это враньё. А если они не врут и что-то делают, то лучше бы этого не сделали, потому что от этого только вред. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова